Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава второго послания к фессалоникийцам на библейском портале экзегет. И в первой главе мы читали, очень маленькая глава, но насыщенная при этом, мы читали о том, как Павел успокаивает общину фессалоникийцев, хорошо ему знакомую общину, он, собственно, ее основал. Он говорит, вы терпите скорби, но когда придет Господь, то вы получите свою награду, вы получите успокоение, те, кто вас оскорбляют, будут наказаны. Поскорее бы уже. Вы посмотрите, что вокруг творится, не безобразие ли. Я даже не буду говорить, что, потому что у каждого свои представления о безобразиях. Но глядя вокруг, мы почти наверняка уверены, что творятся безобразия, и плохие люди нам очень мешают. Когда же Господь придет их наказать? Вот об этом вторая глава. «Мы просим вас брать ради дня, когда придет Господь наш Иисус Христос, а мы будем его встречать». Тоже важная деталь. Христиане не пассивные созерцатели этого прихода, но и не такая армия, которая выступает в священный бой, чтобы уничтожить нечестивцев. Это те, кто его встречают. Ну вот приезжает кто-то в город, да, нужно его встретить. Приходит Господь во втором пришествии, нужно его встретить. То есть нужно приготовить эту встречу. Вот, собственно, содержание этого послания можно определить так. Приготовьте путь Господу. Так вот, ради того дня, когда придет Господь наш Иисус Христос, а мы будем его встречать. Не спешите тревожиться разумом и смущаться, какие бы там ни были духи, слова или послания, якобы от нас. Мол, настал уже День Христов. Очень легко же сказать. Настал День Господень. Об этом еще ветхозаветные пророки говорили постоянно, и говорили, что День Господень – это тьма, а не свет, что, в общем, не торопите его, вам, может, не понравится то, что с вами в этот день произойдет. И здесь Павел говорит, не торопитесь принимать весть, якобы от нас день уже настал, потому что очень хорошо и удобно сказать все последние времена, и, значит, все оправдано. И, значит, надо какие-то радикальные меры предпринимать. Значит, я, как эксперт по последним временам, объясню вам, что надо там зарыться куда-то в овраге, были же такие случаи, или там бежать в леса, чтобы спастись. Это, как правило, элемент манипуляции. Не волнуйтесь, говорит он, вы этот день точно не пропустите. А если вам объявляют заранее, кто бы это ни был, духи, послания, слова – это все выдумки. Пусть никто никоим образом вас не обманывает. Ведь сначала случится отступничество, явится человек греховный, сын погибели. Он будет противиться и выставать на все, что называется божественным или чтимым. Так что даже сам воссядет в храме Божьем, словно Бог, выдавая себя за Бога. Ну вот тот, кого мы обычно называем антихристом, о нем гораздо подробнее, конечно, в книге «Откровения» и «Она Богослова». Павел неожиданно так об этом говорит. Он, как правило, о врагах и противниках говорит крайне мало. Но вот, может быть, это самое яркое место, где он говорит о некоем противнике Бога, который есть человек и выдает себя за Бога. Мы не знаем, кто это. Конечно, очень много было в истории кандидатов на роль антихриста. Еще бы. Сколько было всяких кровавых диктаторов, борцов с христианством, которые так или иначе, ну, если не прямо выдавали себя за Бога, то были очень к этому близки. Было значительное количество, начиная от Римской империи и заканчивая XX веком, но XXI еще только начинается, я думаю, еще увидим не раз подобные вещи. То есть, может быть, это некоторый такой архетип, Павел не называет, кто это конкретно, но в любом случае он предупреждает. Вот смотрите, фессалоникийцы, вы не ждите, что сейчас придет Бог, быстренько со всеми плохими разберется. Сначала произойдет нечто очень плохое. Сначала произойдет отступничество, отпадение и большое испытание для всех, кто в этом участвует. Разве не помните, о чем я говорил еще, когда был с вами? И вы знаете, что теперь препятствует ему явиться в подходящее для него время? Таинство беззакония уже начало действовать, но пока есть тот, кто препятствует ему, а когда он сойдет с его пути, то откроется этот беззаконник, и Господь Иисус поразит его духом уст своих, уничтожит его, явившись в своем пришествии. Вот здесь, ну, в старых переводах это обычно звучит как удерживающий, некая непонятная сила, тот, кто ему препятствует. О ком же идет речь? Вот какие только толкования не приводились. Например, что это Римская империя. Но во времена Павла никак не скажут, чтобы Римская империя препятствовала всяким беззаконным людям объявлять себя богами. Начнем с того, что император по должности был богом. Это его стандартная характеристика. Дивус августус, божественный август. Это должность, это не какой-то поэтический эпитет. Скорее все-таки имеется в виду Святой Дух. То есть некая сила, которая не дает злу окончательно и беспрепятственно действовать в этом мире, и в какой-то момент это позволение будет дано. И тогда, что откроется беззаконник, как Господь Иисус поразит его духом уст своих. Что значит духом уст? Все-таки скорее словом, чем насилием. Все-таки не мечом. И это на самом деле такое апокалиптическое, как это называется, пророчество. То есть пророчество о грядущих конечных временах земной истории, о которых мы, в общем, ничего толком не знаем, кроме того, что когда-то они произойдут. А приход того беззаконника будет действием сатаны со всей его силой, со знамениями, ложными чудесами, со всяческим неправедным обманом для людей, которые погибают, не приняв любви к спасительной для них истине. То есть этот беззаконник не просто для того, чтобы мучить, это некий важный этап земной истории, когда зло и добро поляризуются, когда зло имеет шансы проявить себя полностью. Обычно же зло сдерживается, в том числе, кстати, государственными какими-то органами власти, моралью, обычаями, другими людьми, которые не дают уж совсем распоясаться. А вот в какой-то момент эти внешние преграды для зла будут сняты. Павел не объясняет, почему, для чего, но предупреждает об этом. Может быть, для того, чтобы это зло показало себя со всей силой, то есть чтобы люди не имели уже никаких иллюзий на его счёт. «Потому и Бог даёт лжи действовать в них, и они верят в обман. И так будут осуждены все, кто не поверил истине и выбрал сторону неправедности». То есть свободный выбор человека, он вообще очень сильно ограничен. Вот, например, я хотел бы украсть, но я знаю, что меня в тюрьму посадят. Я не хочу в тюрьму, поэтому не ворую. И так с очень многими вещами, да. Я, может быть, склонен к этим вещам, но меня сдерживает внешнее. В какой-то момент, говорит Павел, это внешнее будет убрано. И те, кто выбирают сторону неправедности, смогут проявить себя до конца. То есть Бог уважает свободу воли человека даже до такой степени. А нам следует постоянно благодарить Бога за вас, братья, возлюбленные Господом. «Бог изначально избрал вас для спасения. Вас освящает Дух, и вы верите истине. К этому Он и призвал вас в Евангелии, которые мы вам возвестили. И так вы приобщитесь к славе Господа нашего Иисуса Христа». «Избрал вас для спасения». Очень много богослову будут об этом говорить и рассуждать. Значит, одних Он избрал, а других не избрал. Как это несправедливо. Получается, Бог нами играет, как дети лягушек. В детстве, я помню, мы ловили лягушек, сажали их в ведро с водой, развлекались, глядя, как они там плавают. Ну, здорово. А значит, одних лягушек мы посадили в ведро с водой, а других мы там уморили голодом, например. И какие лягушки пошли туда, какие туда, это от нас зависит. И Бог с нами так, что ли? Павел здесь не рассуждает подробно. Вас он избрал, а тех он не избрал, то есть фактически избрал наоборот. Он говорит, вы благодарите за то, что Он вас избрал. И, конечно, Он только что нам сказал, те, кто поверил истине, выбрал сторону неправедности, погибнут. А вы выбрали сторону праведности? Но на самом деле вас избрал Бог. То, что вы откликнулись на его призыв, это и ставит вас в то положение, где вы находите, но избрал вас, находитесь, но избрал вас изначально Он. Вот это очень важная вещь. Павел не говорит с чеканными догматическими формулировками. Он объясняет одну мысль, иногда немножко сбивчиво, как правило, образно, цветисто, потом переходит к следующей. И если рассматривать каждую из этих мыслей по отдельности, и тем более абсолютизировать их, выводить какие-то глобальные, богословские, догматические отсюда итоги, то мы действительно придем к самым разным богословским схемам. Почему из посланий Павла и вообще из Нового Завета рождается так много богословских школ? Да потому что каждый что-то находит ценное. Одни говорят, о, вот Бог нас избрал, отлично. А их Он не избрал. И это Бог сделал так, что мы спасаемся, а те погибают. Другие смотрят и говорят, те, кто поверил истине, не поверил истине и выбрал сторону неправедности, значит, человек сам решает. Но Павел описывает с разных сторон, и мы это уже видели в других местах, одну и ту же высшую реальность, которая не может быть определена какой-то одной простой формулировкой. Принципиальная схема Бога, формула спасения. Их нет. Есть лишь приближение к этим понятиям, есть лишь обращение в проповеди к людям, что делает очень часто Павел, и здесь тоже. И Он рассказывает то об одной стороне. Вы делаете выбор, то к другой переходит. Господь на самом деле вас избрал, а вы всего лишь приняли Его приглашение. Вот Он вам прислал приглашение войти в Царствие. Вы приняли приглашение и пришли. Может быть, Он всем прислал, но другие люди их не приняли. Но вы избраны им тем, что уже получили это приглашение. Отсюда вывод. Так что стойте твердо, братья, и держитесь в предании, которыми мы вас научили, будь то устно или в своих посланиях. Вот представление о том, что письменный текст, даже Нового Завета, даже Библии, это лишь часть предания. Он уже здесь есть. Павел много что им говорит, кое-что записывает. Вот то, что он записал в двух письмах фессалоникийцам, это теперь часть Нового Завета. А все, что он им говорил, это было частью устного предания. И одно другому не противоречит. Сам Господь наш Иисус Христос и Бог Отец, Который нас возлюбил и благодатно даровал нам вечное утешение и благую надежду, дободрит ваши сердца и укрепит во всяком деле и в благом слове. Вновь и вновь он повторяет, это воздействует Господь, а не вы. Вот его формулировка «спасение верой, а не делами» предполагает, и мы в первой главе уже об этом читали, что вера выражается в конкретных делах, но человек творит их не своей силой, а человек принимает в какой-то момент решение откликнуться на призыв Господа и просит у Бога дать ему силы исполнить то, что он выбрал для себя. Если бы не эта сила свыше, то ничего бы он на самом деле и не сделал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok